Приём-приём, леди и джентльмены! На связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик! Сегодня, наконец-таки, возвращаются леска, нубикубик и брок. Я, правда, не знаю, кто из них будет сегодня, леска и нубикубик, либо же нубикубик и брок, но... Это не важно. Сегодня я подготовил очень крутую страшилку для них. Это будет поезд монстр, либо же поезд призрак. Кому как нравится, так и называйте. Этим поездом-призраком буду я. Но я не сразу им стану. Для начала я сделаю видимость того, что я тоже, якобы, буду его ловить вместе с ними. Короче, давай перейдём к тому, что я подготовил. Мы сегодня выйдем из дома и заметим то, что вот здесь, возле деревни жителей, скопилось вот такое количество местных жителей. На самом деле, я с ними уже договорился. Вот эти жители в коричневом, они играют из пуг. А вот этот житель, якобы, рассказывает легенду про тот самый поезд-призрак, который появляется по ночам. Легенду вы тоже услышите. Так, жители, особенно ты, который историю рассказываешь, ты всё помнишь? Ну конечно, Жити. Я уже несколько раз всё повторил. Можешь не переживать, всё будет хорошо. Всё отлично. И вы, испуг, постарайтесь играть натурально, но у вас, в принципе, и так всё отлично получается. В общем, друзья. Вот эти жители, у них мы подслушаем эту легенду. И как только мы это сделаем, я уверен, что либо Леске, либо Нубику Кубику, либо Броку безумно захочется эту легенду проверить. И дальше, друзья, вы уже увидите, что будет происходить. Так что досматривая ролик до самого конца. Ну и также обязательно не забудьте поставить лайк поддержки для меня под этим роликом, потому что это очень важно, потому что этот поезд придётся всё время как-то спавнить и так далее. Фух, ну ладно. И да, кстати, пиши в комментарии, сколько у тебя сейчас на телефоне процентов зарядки. У меня, кстати, 43. Вот. Ну что же, желаю тебе приятного просмотра и погнали. Ну что, ребят, пойдёмте, короче, я думаю, прогуляемся немного. То что, мы с вами столько делаю ещё за сегодня. Ой, вернее, не ещё, а уже сделали. Так что это, я уже не могу, честно. Подожжать свежим воздухом, а то мы постоянно дома сидим там. Кстати, вы как отдохнули-то вообще? Вы же приехали совсем недавно. Ой, вообще нормально. Вообще, круто отдохнули, но... Нубик, вообще весь кашляет там как-то. Ха, что до сих пор, что ли? Да вообще, меня заразило ещё. Эээ, вообще-то нет. Нет? Ну ладно. И вообще, я обещаю тебе, я рада, что я приехал, потому что я соскучился. А, соскучился? Ну это абсолютно-то, кстати. Пойдёмте посмотрим, мы жители по вам тоже соскучились. О, смотрите. Они там что-то полукругом стали. А что это такое, они нас ждали, но это я приду. Смотрите, какое лицо серьёзное у этого в белом, который стоял. Наверное, говорит то, что мы приехали. Ха, наверное, так. Ой, эти вообще... Так, привет, слушай, ты чё тут делаешь? Чё у вас тут происходит? Я тут рассказываю вообще-то легенду очень старую и очень-очень страшную. Ха, ничего себе. Тут, по-моему, по жителям это заметно. А чё за легенда-то вообще? Расскажи про легенду. Легенда про поезд-монстр, либо же призрак, который появляется у нас тут прямо за озером. Каждую ночь. Это всё правда, вы думаете, да? Да это бред какой-то. Какой поезд-то этот? Мы ни разу ничего даже не слышали. Да, так за легенду может быть поезд, если там, по сути, это остров, и там за ней вода. Там дороги даже нет для него. Житель, вы чё, верите, что ли? Да вы сами послушайте, чё он рассказывает. Так, ну давайте, окей, послушаем. Давайте, мы тебя внимательно слушаем. Давай, мы это тоже хотим, короче, узнать. Ну, короче, слушайте внимательно. Каждую ночь на этом острове появляется этот поезд. Железная дорога там есть всегда. Только откуда она и куда она ведёт, непонятно. Ведёт она, вернее, в тоннель. Но вот что за тоннель, ибо насколько он глубокий, никто не знает. Каждую ночь, когда он появляется, также откуда-то появляется и скелет человека. Это призрак этого поезда, который когда-то давно туда сел и никак не может выйти. Вот сегодня можете сами туда сходить и проверить. Хм, так, ну... Так давайте исходим. Ну вот мы исходим. Всё равно нашлось, что делать. Всё равно это всё неправда, да? Мы сходим, и если это не так, то ты нам тогда три бочки с картошкой, короче, идёт? И алмазики. Ну идёт. Можете готовить картошку. Ха, ничего себе ты уверенный. Ладно, пойдёмте, побежать скорее, слушайте. Такой сам уверенный в себе этот. Нам, наверное, надо фотики взять с собой. Давайте фотоаппарат возьмём. Да, я стану фотографом, поставлю камеру на штатив. Пойдёмте, пойдёмте. Так, кто-то берёт еду, кто-то берёт, получается, инструменты. Я, наверное... Так, резко покушать. Я тогда вниз пойду, инструменты возьму. А я фотики возьму ещё снизу. Так, фотики всем, кстати, надо будет взять, так что берите все. Так, фотики я взял. Так, дождите меня. Так, инструменты факела. Правда, знаете, сейчас, по сути, только день. Ждать ночи я там не хочу. Давайте так. Если там хотя бы окажется железная дорога, то мы с вами тогда вернёмся домой и ночью получше приготовимся и туда уже точно пойдём. Вот. Так, всё взяли, всё взяли. Хоть броню взять, хоть автоматы взять, с аппаратой, если надо будет. Фотоаппараты взяли? Да, я взяла. Инструменты взяла, всё взяла. Ну, я взял, я тоже всё взял. Всё, пойдёмте. Вот обязательно, если это окажется неправда, я приду домой и подключаю тортиков. Ну, как ты тортиков там скушал уже, знаешь, во время отпуска нашего? Вообще не знаю. Э, вообще-то там были невкусные тортики. Так, я сейчас лодки проверю. Это что-то незаметно было по тебе, что не зима. О, пойдёмте. Тортики исчезали с тарелки. Налево, 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 идите за машиной сюда. Там это, чай на лодке подплыву. Аквапарка. А, понятно, да, я понял, где это было. Так, у нас лодка, получается, здесь, потому что находится. А, давайте просто оплывём, мы так не будем брать её и ходить. Оплывём просто. Зачем? Боже, мы сейчас на лодку сядем. Погоди, только... Ещё бы она... Вот, я же говорю, что мы... Слушай, а походу она у нас тут вообще обездвиженная какая-то. Что-то она вообще ехать не хочет, на самом деле. Слушайте, а что делать тогда надо? О, Нубик, ну давай. Рулий тогда, леска садись. Нубик, наверное. Да, я с отпуска гонял на лодке, короче, там банан такая лодка была. Я научился гонять. Правда, она какая-то медленная у нас. Ну, такая... А, вот он, этот остров. Короче, остров, на котором постоянно у нас происходит какая-то дичь. Это проклятый остров. Его можно так назвать уже давным-давно. Проклятый остров, там столько всего происходило. Там видимо были, помните? Да, да. Помните кладбище какое-то было? Там ещё селены головые были. Кладбище-то вообще кошмар был. Да, да. Селены головые разные были. Да, селены головые тоже. Мне кажется, я начинаю немного верить, но я не уверен. Чё такое? Вы где? Пойдёмте. Я тут. Подождите, давайте не отставайтесь. Куда идти-то? Я, конечно, в этом не верю, но всё же немного стрёмно. Пошлите просто насквозь. Я вижу. Чего? Вон там железная дорога стоит, смотрите. А давайте реально проверим. Слушай, откуда она здесь? Её уже не было никогда. Кого? Остановка. Что? Смотрите, тоннель, о котором говорил житель эту легенду. Да быть не может. Здесь вообще никогда ничего не ходило. Я бы житель просто хотел сюда прийти, пособиряя грибы, заметил эту автобусную остановку, эти рельсы и решил рассказать эту фигню нам, чтобы мы боялись. Так откуда он мог знать, что здесь это будет и откуда это взялось вообще? Да нет, он просто придумал это и нам сказал, чтобы мы боялись. Откуда-то железная дорога посередине леса и тут никогда не было вообще, я вот этого не очень понимаю. Я тоже не знаю, просто. Не знаешь, как тоннель, как будто вообще старый, да? Тоннель как будто бы куда-то в бесконечность ведёт. Ты же один не пойдёшь на этот проклятый остров? Не пойдёшь. Может быть, это уже построили так быстро? Странно. Я не знаю. Хотя он какой далёкий? Ну, получается, мы договорились, что типа если железная дорога будет, то мы подождём ночи. Вернёмся домой, возьмём снаряжение всякое и вернёмся сюда с этим. Нам ещё надо ему отдать три этой бочки картошки. Да, картошку ещё этого жителей отдавать, капец. Ну ладно, потом подождёт. Может, это поезд-то не появится. Короче, ладно, погнали домой. Сейчас по-быстрому сгоняем и потом уже это, ночью придём сюда и посмотрим, что будет. Побежали. Вы смотрите, как на зло ещё и дождь пошёл с грозой, прям, когда мы поехали. Вот именно это же прохладный остров, тут наверное и дождь, и гроза сейчас будет. Посмотрим, если ничего нет, быстро-быстро домой. Да, вот именно, мне реально страшно становится. Погода вообще, знаете, да, гулять. Ну это криповости передаёт прям. Во-первых, ночь, во-вторых, темно. В принципе, первый и второй варианты несколько связаны. Так, куда там идти-то? Так, сюда-сюда, я уже нашёл, я просто внимательно осматриваюсь, слушай, что-то как-то это, всё равно страшно. Ой, слушайте, не оставляйте меня сзади, мне не страшно. Согласна, согласна, но вообще тишина полная. Так что я думаю, что он проиграл этот житель. Слушайте, если вдруг реально появится, мы с вами где будем прятаться вообще, что делать? Не будем же мы на остановке сидеть. Нет, вот туда убежим за дерево, плывём и всё. Плывём? В смысле, нам надо бы как-то это сфоткать, чтобы кто-то сфоткал этот поезд ещё. Вот именно. Хотя, а давайте, я не хочу ему картошку отдавать. Смотрите, короче, мне кажется, лучше на одной стороне стоять. Знаете чё, короче, если он появляется, то давайте вот здесь прячемся вот так. Вот под этими деревьями, вот здесь вот здесь. Короче, тут есть вот такая листва, и прям очень удобно. То есть кто-то вот сюда за листву спрячется, и всё. И плюс дерево. Я вообще, я вообще аж не жаль, это листво, вы немного больше не жаль. И смотрите, я вот так листву тут сломал, если чё, можно будет подпрыгнуть и отсюда выбежать, убежать. Всё. Идеально, по-моему. Отлично, всё продумываю. Ё, как всё сверкает-то. Чё-то как-то мне страшненько не может. Всё, давайте ждём. Чё-то уже это, да, это, по легенде уже должен был появиться вообще-то, чё-то нет и нет. А давайте, если он даже появится, жители не будем картошку отдавать. Скажем, что мы не видели. Да не, время как раз таки уже, мы приехали, было это время. Да ладно, Нубик, чё с этой картошкой, картошкой? Капец, мы ещё в туалет такой охоты, вообще жизнь какая-то. Ты чё опять не вовремя торчишься? В смысле? Я дома, вообще мы торопились. Я прикинь, опоздали бы, пришлось бы завтра ночью дать. Какой? Один раз можно, чё там? Ты же не хочешь, нас заставай споём. Так иди давай уже тогда. Короче, я туда, всё, давайте, там, стойте, тут нет, смотрите внимательно. Всё, я здесь, короче. Давайте за деревьями. Давай лучше за деревья спрячем, Семён. Да нету никого, вообще никого не вижу. Мне страшно, просто я боюсь, что он появится. О, овечка, овечка. Я думала, чё такое он? Итак, друзья, леска с тубиком меня уже не видит и не слышит, если что. Сейчас Шадди придёт уже и будем... Да мне кажется, надо домой ехать, фигня. Давайте за ними пока что немного последим. Надо, да, надо ведь этот, как его, Шадди дождаться, потому что мы же без него не идём. И я думаю, друзья, пора запускать легенду. Сейчас появится звук поезда. Ну, друзья, одна проблема в том, что я убежал в туалет, и они меня сейчас найти не смогут. Что они будут делать? Они будут пытаться меня найти. А я таинственно пропал, друзья, представляете, прямо... Шадди, что там случилось? Почему так долго ты? Со звуком поезда. А, друзья, пока они ушли, я должен ещё кое-что сделать. Так, пока что они там. Ты не видел в какую? Он же не мог так далеко отойти. Я не знаю, он, наверное, домой должен был... Тот самый пассажир поезда, друзья, вот он. Ужасно выглядит. Всё. Скелет на месте. Вернёмся к остановке. О, смотрите, друзья, они как раз выходят. Они как раз выходят. Друзья, короче, напоминаю. Как ты думаешь, не мог он уехать без нас? Этот скелет, поезд. Ой, вернее, этот скелет пассажир этого поезда. Нет, он не мог так поступить, потому что он же понимал, что это очень страшно. Так, где они там? Так. Только главное, чтобы они сами только не потерялись, потому что это жёстко будет. Резка идём, ты не туда идёшь. О, нифига, недалеко, где убежали. Резка, вот сюда вообще-то надо идти. Так, пока что он начинает путать, а это вообще... Звука поезда больше не будет. Так, ну и что, где есть он здесь? Шея-ти, шея-ти. Ой, Леска! Появился скелет. А, там скелет! Подожди, это чё такое? Там записка. Так, а, вон он, просто... Любит здесь. А как он так появился здесь? Так, ну-ка, давай твои поправочи. Ну-ка, а, они сейчас поймут. Они по записке поймут, что это. А можно я, пожалуйста, почитаю? Записка пассажира? Погоди-ка, ну-ка, читай. Иди сюда, давай задеревайте. Я боюсь там стоять. Да, вот именно. Так, друзья, давайте тоже послушаем, что там написано. Короче, 5 февраля 2005 год я должен был ехать в деревню на электричке. Когда я покупал билет, мне сказали, что, скорее всего, пусть опоздает. Но так как это был последний билет, выборы у меня не оставалось. Билет я купил вовремя он и, правда, не приехал. Прибыл только через 30 минут. Пустой. Хотя обычно в этом направлении было много людей. У состава не было даже вагонов. Как только я зашел внутрь, дверь закрылась и мы поехали. А дальше ничего нет, кстати. Друзья, вот такая история этого пассажира, который сел в поезд и до сих пор не может выйти. Но теперь поезд скоро приедет. А как он тогда, этот скелет, здесь оказался? Он едет, он едет. Ну, бег. Что-то мне уже совсем страшно. Итак, друзья, второй гудок означает будет то, что он сейчас подъезжает. Смотрите, мы сейчас с вами его поставим прямо здесь. Так, поезд, получается, у нас раз. Так, и смотрите, друзья, я буду его запускать. Надеюсь, то, что я не спалюсь с этой штуковиной. И поехали. Все, друзья, смотрите. Сейчас это будет так крипово, друзья. Давайте вот так подальше отъедем. Я тоже посмотрю. Кстати, у них там факел включен. Капец, что-то ярко прям так. Друзья, смотрите, он едет, этот поезд. Подожди. Так. И, друзья, останавливаем его. А-а-а! Чё? Где? Ё-моё! Смотрите, как идеально, друзья. Фоткай! Просто идеально, поезд появился. Сфоткала, сфоткал? Я сфоткала. Я сфоткал две фото его. Где он спасся? Леска! Что такое? Пока что он будет стоять на месте. А где они? А, вон они стоят. Это что, правда, получается? Я вообще не верила до последнего. Леска, а может быть, и дожитель покупил водителя? Нубик, давай поближе вот так вот. Да, кстати, они же увидят то, что если даже они осмотрят поезд, водителя здесь нет. Это вот такой вагон электрички, который вперед и назад может ехать. Леска, давай попробуем сбоку пройти. Леска, не надо через рейс. А-а-а! Я, быстро, быстро, он не сможет. Подожди. Так, смотрите, а пока они вон там, я уберу скелета, и как будто это пассажир. Где водитель? Который сел и поехал дальше. Где машинист вообще? Я не знаю. Да, машинист нет. Он же не мог так выпрыгнуть быстро, кстати. Подожди. Не мог, кстати. Слушай, это реально жутко просто. Так, перебегаем, он нас не задавит? Я не знаю, что он сейчас. Раз, два, три, быстрей. Фэкс! Нубик, смотри-ка, вот этого скелета не стало. Да, друзья, отлично, они увидели. А-а-а, точно. Так, а теперь, третий гудок. Леска, прямо сейчас у меня какая-то происходит. Куда он? А-а-а! Слушай, подожди, подожди, так, еще громко, да, прям близко. Ой-ой-ой. И что это значит? Я еще и сплачусь. Он поехал! Ой, без водителя? Нет, получается, что скелет, что ли, этот водитель, или это тот же самый реально? Все, друзья. Это бред какой-то был бы. Я, кажется, понимаю, что это электричка, и такой звук у него не может быть, но все равно для общего фона, мне кажется, очень круто. Я не знаю, куда. Сейчас кашель будет сильнее, и ладно, давай домой. Может быть, Шэдди там застрял надолго. Так, друзья, пока не ведут домой. Что-то не совсем хорошее, потому что кто нас не мог поставить. Да, вот именно. Ну, леска, может быть, он просто в туалет долго ходит. Так, так, полетели, полетели. Так, все эти инструменты я отсюда уберу. О, леска. Ой, лодка, я хотела сказать. Мне нужно здесь проделать железную дорогу, прямо как там. Смотри, лодка на месте, а его нет. Так, Нупик, поехали. Леска, кстати, да, это очень. Вот так, и друзья будем везти сюда. Ну, может быть, он остался на острове, вдруг что-то случилось, он упал без сознания, мы уезжаем сейчас. Да я не знаю, леска, он же сказал. Ты, давай, все прописывайся сюда. Давай быстро съездим, объезжай туда. Если что, если его там не будет, то обратно поедем. Все, связай. Что, ты так, я думаю, поближе подъедем. Так, пойдем быстрее в доме проверим. Да ладно, уже мы быстрее добежим, чемпионатом в Тарантайку будет. Они уже приехали, так, друзья, я ставлю железную дорогу по-быстрому. Подожди, 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 Нубик, стой. Так, 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 железка, 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 друзья, надеюсь, то, что я успею сейчас поставить. Я как-то не знаю, давай посмотрим внимательно, сейчас. Нет, как-то, кстати, в доме-то свет есть, поэтому возможно он там. Далеко что-то, друзья, наставил, ладно. Фух, будем надеяться на самое лучшее. Слушай, я бы даже боюсь возвращаться, я не знаю, потому что мне фигня какая-нибудь случилась. Так, где они там, интересно. Ладно, пойдем, пойдем. А вот они как раз подбегают, идеально, друзья, все, ну-ка. Слушай, а если же они просто в доме, и там добежал до нашего туалета, хотя зачем он? Нубис тогда без лодки. И что? В доме я его не увидела, кстати. Пойдем. Кстати, друзья, мне только что появилась идея. Я не знаю, что делать, Нубик. Я не знаю. Может он внизу, может он к тебе пошел? Я не знаю. Смотри, жители тоже не на уже. Ну-ка. Посмотри в лоборо. А вот, наконец-то. Наконец-то, что такое? Заметь, друзья. Подожди, все, я поняла, этот поезд сейчас, скорее всего, сюда приедет. А как оно здесь появилось? Давай же мы быстрее в дом. Я не знаю, даже, может быть, в лаборатории сейчас прячемся. Так, они пойдут прятаться. Так, они туда не пойдут, интересно. Надо еще шея делеска проверить, забыла, что ли? Так, друзья, давайте пока не в доме, я хочу кое-что написать на стене, вот здесь вот. Так, давайте это снаружи сделаем. Смотри, открыт проход, мы закрывали его. Шея где? Закрывали, что ли? Так. Шея где? 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 Мы напишем, друзья, сожги фото. Это будет означать, как будто бы это проклятие. И когда они это сделают, поезд исчезнет, а я появлюсь. Слушай, подожди, давай искать дальше, где он может быть. Так, звук. В туалете? Нубик! Что? Во, 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 как раз у меня идея, в голове вот такие недели, я мысль, знаешь, что могло случиться. Что? Мне кажется, что он украл шея где-то поезд. Смотрите, тут где поезд начинает движение. Леска! Где? Что? Сожги фото. В смысле, подожди. Смотрите, тут за идеальный поезд, такой медленно-медленно. О, мамочки мои, давай сходим, уходим. Просто круто, очень круто, мне очень нравится. А скелет будет интересно. Так, нубик, подожди, 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 ты сейчас соображаешь, я тебе говорю, скорее всего, поезд украл Шеди. Почему-то надпись сожги фото, давай, посажем наши фото, может, это связано с этим. Проклятие может быть. Да, это проклятие, давай вот здесь вот где-нибудь, я не знаю. Так, ну-ка. Споку дома, давай вот здесь под деревом. Слушайте, у тебя есть какой-то выжигатель. Зажигалку у меня есть, я брала с тобой. Так, выжигатель. Так, друзья, ну-ка, давайте последим, что они это правда сделают, потому что если они это не сделают, то... Ты знаешь, мне кажется, а мы так сможем сработать. А, фух, я уже забыла. Давай вот так, знаешь, как кинем их вниз прямо. Так, у них зажигалки нет, что ли, что они делают? Подожди, у меня есть все, у меня есть. Ну-ка. Все. Сейчас, подожди. Фух, давай поджигаем. Все, все, друзья, они это сделали. Так, значит, надо вернуться назад, как вы смотрите, убрать этот поезд. Слушай, я не знаю. Давай, уберите. Все, тут пропали, сожгу. Отлично, отлично. Давай я опять землей застану. Друзья, у нас проблемы, я не могу пояснить убрать. Я бы даже не знаю, честно говоря, может быть, шарик где-то. Слушай, а если его вообще убрать, у вас никогда не появится. Я не знаю вообще, что. Я не знаю, что можно поезда. Пускай как будто проклятие еще действует, но я все-таки друзья появлюсь. Так, давайте я как будто бы буду здесь так выше лежать. Нет, я буду друзья возле поезда, точно я буду возле поезда. Они по-любому сюда придут сейчас смотреть. Смотри, поезд стоит, почему? Что он стоит? Ну-ка. Все, друзья. Слушай, давай его прогоним, а он мне реально раздражает. Что это такое? Что происходит? Эй, ты! Кто-нибудь? Шеди, 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 ты где? Шеди! Я за поездом. Что случилось? Я переговорил. Ребята, это жесть какая-то была. Шеди, где ты был? Мы тебя искали в лесу. Тихо, ребят, стоп. Он нас прислезает. Поезд возле дома? Да вообще кошмар, вот видишь, что рельсы. Погодите, стойте, стойте. Где я был все это время? Я пошел в туалет. Я пошел в туалет и потом я просто... И ты че? И ты че? И ты че? И что, это помнишь, нет? Нет, я говорю, я пошел в туалет. Я помню, как мы с вами пошли искать поезд. Потом я пошел в туалет. Все. Все. Гудок услышал поезды, и я исчез как будто бы. То есть я уснул, либо еще что-то. Мы тебя ждали в лесу, потом пришли сюда, а здесь вот такое, видишь, и приехал поезд. Вообще капец какой-то. А меня-то вы как достали? Я чуть не понял. Я не знаю. Мы, короче, сожгли фотки этого поезда. И когда мы сожгли, ты представляешь, мы услышали твой голос, и ты вот здесь вот появился, валялся. Нифига себе. Ребята, давайте разрушим эту дорогу. Мне кажется, этот поезд просто хочет и всегда остаться легендой. То есть он не хочет, чтобы кто-то доказывал. Не-не, ребята, курятки, давайте не будем. Я не хочу, чтобы он тут был. Короче. Ладно, мы сделали все, что хотел, это поезд. Вы точно фото, да, не оставили? Да, я сожгла. У меня три, у Лобика две. Тогда все нормально. Друзья, ну что же, вот такая сегодня у нас получилась. История, легенда про поезд, который действительно так и хочет остаться легендой. Но мы с вами на самом деле это записали. Он этого не знает только. Вот. Так что, как-то так. На связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.